С вами Николай Пимненко в проекте ДАТА. Сегодня 26 декабря. День войск ПВО, сухопутных войск России. Также сегодня отмечается День подарков. Этот праздник ежегодно отмечают жители англоговорящих государств и еще некоторые страны. И хотя в России такого дня нет, возможно, нам захочется, чтобы он появился. Ну а пока их торжество приходится на вторые сутки католического Рождества. Английское словосочетание Boxing Day обычно переводят на русский язык как День подарков. Дословный же перевод означает День коробок. Связано это с тем, что в Великобритании принято презенты преподносить в специальной квадратной или прямоугольной таре. Ну, у нас тоже это потихоньку входит в моду. Впрочем, многие на этом экономят. Сама же история праздника уходит корнями в 17-18 век. В тот период знатные люди пышно отмечали Рождество. Члены богатых семей обменивались подарками, проводили день за роскошным праздничным столом. Вот последнее у нас тоже хорошо получается. А родившихся в 1893 год в этот мир приходит сам Мао Цзэдун, основатель Коммунистической партии Китая, лидер Китайской народной республики в течение целых 27 лет. Мао был наиболее влиятельным сторонником марксизма в Азии и стоял в одном ряду с Рузвельтом, Сталином, Гитлером и Черчиллем, как один из основных политических деятелей 20-го столетия. Одно из самых лаконичных высказываний из знаменитой красной книжечки цитатника Мао Цзэдуна. Враг сам по себе не исчезнет. И еще одно длинное. Коммунизм не имеет ничего общего с любовью. Коммунизм – превосходный молоток, который мы используем, чтобы уничтожить нашего врага. Мао Цзэдун. 1943 год. День рождения Валерия Приемыхова, российского сценариста, актера и кинорежиссера. Автора сценариев к фильму «Никудышная», «Взломщик» и других. Ну а также он известен, конечно же, по работе «Пацаны». 1949 год. День рождения Михаила Боярского, советского и российского актера, театра и кино, исполнителя, телеведущего, народного артиста РСФСР. Его отец и дядя были ведущими актерами театра имени Комиссаржевской. Их жены тоже всю жизнь посвятили сцене. Портрет его бабушки висит среди портретов лучших педагогов Петербургской семинарии. О событиях дня. 1749 год. Императрица Елизавета Петровна подписывает указ об учреждении таможни на Дону вверх от устья Темерника против урочища, называемого «Богатый колодец», где донские казаки могут вести свою торговлю с приезжими греками, турками и армянами. Этот документ, образно говоря, свидетельство о рождении Ростова-на-Дону, ныне центра Южного федерального округа страны с миллионным населением. В разговорной речи закрепился упрощенный вариант названия «Ростов». 1783 год. Уроженец Монпелье, физик-технолог, изобретатель Луи Себастьян Ленорман, первый в истории достоверно засвидетельствованный большим числом наблюдателей, среди них находился, кстати, и Жозеф Монгольфье, прыжок с парашютом с большой высоты. За несколько дней до того он прыгал с высокого дерева, держа в обеих руках по модифицированному дождевому зонтику. А теперь публично прыгнул с башни на крыше городской обсерватории с зонтом специальной конструкции. На жесткую деревянную раму был натянут матерчатый конус диаметром около 3 метров в основании. Это устройство он и назвал «Ле парашют» от падения. «Ле щут» – по-французски падение. На своем примитивном парашюте Гарнерин прыгал еще несколько раз, затем обучил этому искусству своих близких. К примеру, его племянницу Элизу Гарнерин, которая совершила первый прыжок из аэростата 8 апреля 1814 года и вошла в историю как первая женщина-парашютистка. Позже в итоге она совершила около 40 парашютных прыжков. Для того времени это фантастика. 1812 год. Солдаты разгромленной наполеоновской армии переходят Неман, оставив пределы России. Потери в России 550 тысяч человек, вся конница и артиллерия. 24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявлений войны вторглась в Россию. В тот же день Александр I опубликовал специальный манифест об изгнании врага из страны и окончании Отечественной войны. Как писал Кутузов, война окончилась за полным истреблением неприятеля. В 1926 после смерти императора Японии Йоси Хито на трон восходит его 25-летний сын Хиро Хито, бывший ранее принцем-регентом при своем слабоумном отце. Одновременно для всех обитателей страны восходящего солнца была объявлена новая эра, поскольку по древней традиции счет годам Японии начинается каждый раз заново с воцарением очередного императора. Эре Хиро Хито, который, кстати, процарствовал более 62 лет, дольше, чем кто-либо из монархов 20-го столетия, консилиум мудрецов-книжников присвоил звание села, что означает просвещенный мир. 1991 год. Проходит последнее заседание Совета Республик Верховного Совета СССР. В принятой декларации констатируется, что с созданием СНГ Союз СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование. Прекращается и деятельность самого Верховного Совета за ненужностью. 2004 год. В акватории Индийского океана близ северной части острова Суматра зафиксирован подземный толчок силой почти в 9 баллов по шкале Рихтера. Около 8 часов к северо-востоку от острова зафиксированы еще один силой 7,3. Затем в течение часа была зафиксирована серия толчков силой около 6 баллов, которые направлялись волной от острова Суматра по направлению к Андаманским островам. Подземные толчки вызывают цунами, которая обрушилась на побережье Индии, Индонезии, Таиланда. Наибольшее разрушение оно приносит населенным пунктам, которые располагаются на побережьях Индии и Индонезии. Общее количество погибших составляет не менее 225 тысяч человек. В их числе также находившиеся на курортах стран Юго-Восточной Азии граждане из многих стран мира. Но еще в одном событии подробно. 1825 год. На Сенатской площади Санкт-Петербурга происходит вооруженное восстание. Ну, по старому стилю, как известно, 14 декабря. Которое впоследствии получает название «Восстание декабристов». Историки расходятся во мнениях, кого же следует считать декабристами. Всех членов тайных обществ или лишь тех, кто был на Сенатской площади в то памятное утро. Тех ли, кто был осужден, или же всех 579 человек, которые упомянуты в алфавите членов злоумышленного общества, открывшегося 14 декабря 1825 года. Виновными признаны 289 человек. Пятеро – Пестель, Рылеев, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин и Каховский – были осуждены на казнь. Четвертование, правда, заменили повешением. Прочие осужденные разделены на 11 разрядов. 31 человек, осужденный по первому разряду, приговорен к отсечению головы. Казнь была заменена каторгой. 56 – к различным срокам каторги. 18 – к ссылке, 11 – разжалованы в рядовые. Только через 30 лет оставшимся в живых декабристам по амнистии было дозволено вернуться из Сибири. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова